Слава Господу, братья и сестры, за то, что мы можем вот в это время, в этот день собраться для того, чтобы изучать, поклониться Господу, во-первых, и кроме этого, изучать Священное Писание. У нас лето, у нас тепло, а для нас, для любящих Господа, еще в Церкви Ифании есть такая возможность летнее изучения Писания. Я не знаю, как вы, но мне самому нравится изучать Писание, и я думаю, что те из вас, кто дорожат Священным Писанием, вы на самом деле не пожалеете того, что изучаете Писание, открываете Слово Божие, то ли это здесь в Церкви со всем народом Божиим, то ли дома лично. Вспомните обетование Священного Писания, которое мы находим, например, в книге Псалмов. Первый Псалом о чем говорит? Блажен муж. Какой? В законе Господа, воля которого. Вот если муж, или давайте скажем, и жена тоже, да, мужчина или женщина, верующий человек, который свою волю или который размышления свои направляет к Господу и изучает закон Божий, изучает Священное Писание, в этом есть блаженство. Вспомните обетование 118 Псалма, самый длинный псалом из Библии, что он говорит? Тоже он напоминает о том, как дороги слова Закона Божьего, как дороги заповеди, насколько хорошо и прекрасно изучать. Самый длинный псалом посвящен вот именно этому. Он говорит об этом, о драгоценных обетованиях изучения Слова Божьего. Итак, я надеюсь, что те, кто сегодня находится с нами здесь, вы не пожалеете об этом, и я надеюсь, что вы никогда не будете пропускать возможность изучать Священного Писания. Мы с вами начинаем изучение Священного Писания. Вот высветили телефон, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, которые будут или по сегодняшнему материалу, или вообще по книге Деяния Апостолов, пожалуйста, обращайтесь, обращайте ваше внимание, а мы сейчас переходим, собственно, к тому, о чем, к введению в книгу Деяния Апостолов. Пожалуйста, высветите слайды, и мы начнем наше изучение Священного Писания. Почему, собственно, книга Деяний Апостолов? В начале этого года, я не знаю, кто-то помнит или нет, в начале этого года, на Новый год, и потом, когда у нас было членское собрание отчетное, я говорил о том, что нам нужно, нам хорошо было бы, нам здорово было бы, чтобы в это время, в последнее время, которое у нас есть, ситуация, которая складывается в обществе, все, что происходит в нашей стране, в других странах, все, что указывает нам на события, вот, в которых мы живем, показывает то, что мы живем с вами в последнее время. И в рамках этого нам нужно готовить себя к приходу Господа Иисуса Христа. В принципе, нам всегда нужно быть готовым к тому, чтобы встретить Господа Иисуса, потому что наша встреча со Христом может произойти в любой момент. Восхищение Церкви может произойти в любой момент. Но для тебя лично, встреча со Иисусом, может, ты можешь не дождаться, скажем так, всеобщего восхищения Церкви. И поэтому Христос постоянно предупреждал, поэтому Священное Писание постоянно нас предупреждает о том, чтобы мы были готовы к этому моменту, чтобы мы были готовы. Поэтому я говорил о том, что смотря на то, что происходит вокруг, нам нужно готовить себя к пришествию Иисуса Христа. Нам нужно лично освящаться, нам нужно приближаться к Иисусу Христу. Второй момент. Я говорил о том, что нам как Церкви тоже нужно заботиться о том, чтобы мы как церковь готовились ко встрече с Иисусом Христом. Я думаю, что в Новом Завете нет лучшей книги для того, чтобы понять, что такое церковь, для того, чтобы понять суть церкви и жизнь церкви, как книга деяний святых апостолов. Потому что именно в этой книге нам показано, причем не просто доктринально, не просто догматически как-то, но показано на примере истории, на примере разных жизненных ситуаций, как первая церковь росла, как первая церковь жила, как она появилась и каким образом, с какими проблемами сталкивались. Поэтому я думаю, что мы, церковь Вифания в 21 веке, мы с вами будем иметь большую пользу от того, что мы еще раз посмотрим на церковь, которая показана нам в деяниях апостолов. Я назвал вот это изучение Писания, и у нас не работает наша техника. Придется нам вручную переключать наши слайды. Так, братья, давайте я попробую еще раз подключиться, переключиться. Все так же не работает. Хорошо, пожалуйста, следующий слайд. Придется вам, братья, бегло переключать, потому что, чтобы успевать переключать. Хорошо. Итак, я назвал эту нашу часть изучения деяния апостолов «Молодая церковь». Почему? Потому что мы будем смотреть на церковь. Вообще книга «Деяния апостолов» затрагивает первые 30 лет церкви. Я думаю, что это, ну, можно так сказать, детство церкви или молодость церкви. Самые первые шаги церкви. Так вот, какой церковь была тогда, во время апостолов, какой церковь была в самом начале? Хочу сказать, что нам не нужно идеализировать ситуацию, потому что там тоже были свои проблемы. Какое-то время в той церкви проблемы появлялись. Но в жизни церкви, в жизни, вот если посмотреть на почти 2000 лет истории церкви, истории христианской общины, в разных ее проявлениях, в разных динаминациях, всегда были проблемы, всегда были трудности, во всякое время были эти трудности и переживания. Почему? Потому что церковь состоит из несовершенных людей. Мы еще на пути. Господь еще работает над нами. И слава Господу за то, что Он не оставляет еще нас, но продолжает трудиться над нами. Поэтому вы шедевр в процессе. Тоже и я. Мы все шедевры Господни. Но мы еще не оконченная работа. Слава Господу за то, что Он не оставляет надежды и продолжает трудиться над нами. Итак, мы говорим о молодой церкви. Несколько слов хочется сказать об авторе. Кто такой автор? Вот уже кто-то из вас слышал, кто-то говорил. Первой проповеди, брат, сказал, кто автор Диане Апостолов? Лука. Откуда вы знаете? Тут написано, я вот читаю первый стих. Тут не написано, что я, Лука, написал эту книгу. Первую книгу. Вот хорошо. Вот посмотрите, текст говорит так. Первую книгу Феофил написал я обо всем, что Иисус сделал и чему учил от начала. Так? Посмотрите, если посмотреть, кстати, вот если перевести буквально, немножко вот отличается, почему я сделал вот это. Потому что в английском переводе немножко тоже вы увидите отличие. Вот. Так, подождите. Что не работает техника, то очень быстро работает. Так оно в жизни получается. Вот. Так вот, посмотрите, на английском языке о том, что Иисус начал делать и учить. И вот правильно, действительно, перевод вот такой. Первую книгу Феофил написал я обо всем, что Иисус начал делать и учить. И дальше второй стих. До того дня, как он вознесся. То есть, другими словами, мы видим, что речь идет, или обращение идет к какому-то Феофилу. Это нам напоминает. Это нам напоминает начало Евангелия от Луки. А что там написано? Вот. Тот же самый человек в третьем стихе, посмотрите, кто рассудилась мне под тщательным исследованием всего сначала по порядку, описать тебе достопочтенный Феофил. И вот в английском языке, вот, то же самое написано, вот, Теофилос или Феофил, вот идет обращение, кто это? Это автор, тот же автор, который написал Евангелие от Луки. Итак, Евангелие от Луки, можно сказать, это первый том, Деяние апостолов – это второй том. Можно даже сказать, что, в принципе, Деяние апостолов – это продолжение действия Иисуса Христа. Только уже через Церковь Его, через тело Его, которое осталось на земле. Апостол Павел напишет в Первом Послании к Арифтам, что мы, Церковь, являемся телом Его. Правильно? Поэтому даже то, что делает Церковь, Христос через нас выполняет свою работу сейчас на земле. Посмотрите, мы говорим о Луке, и можно много сказать, и в Писании несколько раз употребляется или упоминается Лука. Кто такой Лука? Лука – это сотрудник апостола Павла. Посмотрите, в Послании к Колосинам, 4 глава, 14 стих, он пишет так. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Демас». Очень интересно, посмотрите. Здесь названа профессия Луки. То есть, он врач, это его обучение и профессия. Дальше, в Филимону, 24 стих, написано так. «Марк, Аристарх, Демас и Лука – сотрудники мои». Вот если посмотреть с 23 стиха, там написано, что Епофраз, мой соучастник в вузах, приветствует вас. И также Марк, Аристарх, Демас и Лука – сотрудники мои. Посмотрите, что мы узнаем. Ну, во-первых, Лука, он имеет профессию врача. И некоторые вещи, кстати, когда вы внимательно читаете Евангелие от Луки, может быть, на русском языке не так четко заметно, может быть, на английском тоже не так четко заметно, но некоторые термины, которые употребляются на греческом, они удивительные, они редко встречаются, они встречаются только у Луки, некоторые термины. Это медицинские термины. И в этом отношении действительно понятно, что Евангелие от Луки написано Лукой. Ну, и кроме того, Лука – это действительно был сотрудник апостола Павла. Посмотрите, перечисление есть. Обратите внимание, что в Колосином и Филимону два человека присутствуют. Присутствует Лука и присутствует Демас. Заметили? Верные сотрудники апостола Павла, помощники апостола Павла, вместе с ним трудятся. Но что происходит? Если мы почитаем дальше, интересно, еще одно упоминание о Луке во втором послании к Тимофею. Посмотрите, 4 глава, 10 стих. И здесь мы встречаемся с проблемой, здесь мы встречаемся с определенным сожалением. Апостол Павел пишет, Демас, до этого в 9 стихе он говорит, постарайся прийти ко мне до зимы. Он говорит, ибо Демас оставил меня. Тот, кто был верным сотрудником до сих пор, второе послание Тимофею было написано позже, послание Филимону, позже послание Колосиным. Так вот, Демас оставил его. Демас оказался ненадежным другом. Демас какое-то время был верным сотрудником, но оставил. Написано, возлюбил нынешний век, пошел в Фессалонику. Посмотрите, Крискен пошел в Галатию, Тит, Далматию. У всех свои дела. И только Лука со мной. Посмотрите, это показывает нам о том, или показывает, или говорит о том, что Лука на самом деле действительно был верным сотрудником. Он уважал апостола Павла, и он был верен в том, что он помогал апостолу Павлу. Если внимательно читаете Деяния апостолов, те из вас, кто прочитали эту книгу, если вы еще не прочитали, я прошу, прочитайте всю книгу, всю книгу Деяния апостолов. По крайней мере, за это лето. Кстати, сколько глав в Деяниях апостолов? 28. Молодцы. Хорошо. Так вот, если вы обратили внимание, во второй части, во второй части Деяния апостолов, очень часто автор переключается, то он говорит об апостоле Павле, что Павел сделал это, или пошел туда, или написал это, или сказал это, или поплыл туда. А потом вдруг он говорит, мы отплыли туда, или мы сделали это, или мы что-то вот, как бы он себя включает тоже. То есть это показывает нам, что Лука действительно был с ним в некоторых из этих путешествий, и он говорил, или включал, и он имел, скажем так, непосредственное участие в тех событиях. Поэтому очень важно это нам, почему? Потому что это показывает, что Лука был непосредственным очевидцем тех событий, которые описывает. Я сейчас хочу показать вам несколько карт, для того, чтобы вы еще раз вспомнили, где происходит действие, для того, чтобы вы обратили внимание, что происходит, где географически, просто для какого-то определенного контекста. Вот посмотрите, мы видим здесь, что, ну, естественно, действие начинается, мы с вами скоро начнем текст читать. Действие начинается в Иерусалиме. Вот он, Иерусалим, вот здесь. Действие начинается в Иерусалиме. Вот она, Иудея. Вот она, Иудея. Вот она, Самария, к северу от Иудеи. Вот она, Галилея. Это откуда все ученики Иисуса Христа были. Так вот, если посмотреть на то, что все ученики Иисуса Христа были из Галилеи, Христос сказал им, чтобы они находились в Иерусалиме. Посмотрите, это не их дом, это не их родина. Иудеи всегда гордились тем, что они были, ну, скажем, такими, ну, как бы возвышенными людьми. На нескольких уровнях эта гордость была. Ну, во-первых, это они были окружены, или были близко к столице. И это, ну, как бы, знаете, чисто по-человечески придавало им в их собственных глазах важности. Я не знаю, если кто-то когда-то бывал в Москве, столице нашей Родины. И вы с кем-то сталкивались, и москвичи, может быть, так где-то как-то посматривали на вас высоко. Может быть, кто-то сталкивался с чем-то подобным или нет. Или, может, даже в армии служили с кем-то или еще что-то такое. Ну, знаете, по-человечески бывает такое, правда? Так вот, в Иерусалиме люди тоже чванились своим происхождением или своим каким-то, знаете, местом жительства и так далее. Галилея – это задворки. Вот это точно так же, как если бы, вот знаете, вот Христос сегодня человеку, опять же, я никого не унижаю, но просто для перспективы. Человек живет где-то в East Battle, или в Кембридже, или вообще в Висанте, да? И Христос говорит, иди в Нью-Йорк-Сити, и там на главной площади проповедуй обо мне. Вот тем самым гордым Нью-Йорксам. То есть, это вот что-то наподобие, потому что их городки, их деревни, Назарет, Канна, Капернаум – это были очень маленькие, ничего не значущие городки в то время. А иудеи очень сильно кичились своим происхождением, своей историей. Еще одна причина для национальной гордости у них была в том, что в Иудее не было эллинистских городов. То есть, у них религия была чище. В Галилее, например, было Десятиградье, в некоторых городах Десятиградье – это было десять языческих городов, где было идолопоклонство, где были языческие храмы, где были вот такое, знаете, вот какая-то примесь язычества. В Иудее ничего подобного не было. И в этом они гордились и говорили, ну, что вы хотите, мы чище, мы лучше, мы святее и так далее. Естественно, вы помните о том, что иудеи гордились перед самарянами, точно так же они гордились и перед жителями Галилеи. Так вот, Иисус говорит своей группе рыбаков и других ремесленников из Галилеи находиться в Иерусалиме и после этого совершать служение в Иудее, в Самаре и до края земли. И какой он, этот край земли? Ну вот, посмотрите, вот это то, что представлял собой мир первых христиан. Это очень общая схема. Здесь представлены просто некоторые главные города, и вот большим таким жирным шрифтом показаны регионы или страны. Посмотрите, это вот соответствует красным выделенной, это современные страны на той территории. Ну, а вот для того, чтобы вы понимали, что на самом деле все гораздо сложнее, вот здесь и более мелкие города, и тут и горы показаны, и какие-то реки, и все такое. То есть, это больше политическая, физическая карта вместе. А вот посмотрите путешествие апостола Павла, для того, чтобы вы увидели в этой перспективе. Вот апостол Павел из Иерусалима путешествует, вот здесь в основном показана Греция. Апостол Павел надеялся добраться до Испании, которая находится где-то здесь. Здесь в конце своей жизни он пристал на суд в Риме, вот здесь. Я все это говорю для того, чтобы вы представили это только, потому что это всего лишь часть. Если мы представим себе масштабы земного шара, мы понимаем, что поручение Иисуса Христа одиннадцати своим апостолам, на самом деле это великое поручение, которое включает в себя проповедь не только дома, даже не в Галилее, а в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и по всему миру. Это на самом деле очень большое и значительное поручение. Ну, это так, для того, чтобы мы посмотрели и представили себе. Итак, давайте вернемся к разговору о книге Диане Апостол. Вы обратили внимание, вот кому направлена, еще раз, скажите мне, пожалуйста, так просто сразу, кому направлена эта книга? Феофилу, то есть получателю, адресат. Феофилу, кто знает, что значит это имя? По-гречески, Теос, или Теос, означает Бог. Филос, любовь. Боголюб, вот что означает это имя, Феофил. Боголюб. Интересно, и некоторые богословы задают или спрашивают, это имя или это титул? Думаю, что может быть и то, и другое. Или, или то, или другое. По крайней мере, вполне возможно, что это было и имя такое. Возможно, как вариант, что это человек, который на самом деле любил Бога, и апостол, вернее, Лука использует это как своего рода такой титул человека, которого он хочет почтить. Это человек, который ищет Бога, любит Бога, который стремится к познанию Бога. Интересно, что этот же человек в Евангелии от Луки, в третьем стихе первой главы, назван достопочтенным. В английском переводе это звучит как most excellent. На самом деле, это термин, который употреблялся к высоким людям, которые имели, занимали высокое положение в обществе, в смысле, как какой-то начальник или какой-то, может быть, человек, имеющий высокое положение. На самом деле, книга Деяния написана не только тому человеку. Эта книга направлена всем верующим людям для того, чтобы рассказать, для того, чтобы показать, как церковь, начиная с Иерусалима, достигает Рима. Как церковь в течение 30 с небольшим лет достигает Иерусалима или центра Римской империи. Что еще хочу сказать? Название книги, несколько слов хочу тоже отметить. Вы тоже уже слышали об этом, как первый проповедник упомянул об этом, что было бы, мы можем, поскольку книга называется Деяния апостолов, что говорит о том, что это описаны труды апостолов и лидеров церкви. Кстати, я хочу спросить вас, кого из апостолов упоминает Лука в этой книге? Вот чьи имена есть? Петр, кто еще? Иоанн, еще? Яков, еще? Ну, Павел чуть позже, да? Еще? Марк, еще? Варнава. То есть, это не только апостолы, это апостолы и лидеры церкви. Первомученик? Стефан. Один из диаконов. Один из благовестников Самарии. Кто был? Филипп. То есть, мы видим, но опять же, посмотрите, не все, даже не все 11 апостолов упомянуты. Вы обратили внимание? Не сказано о всем труде этих апостолов. То есть, да, называется книга «Деяния апостолов», но на самом деле автор не ставит перед собой задачу показать вот весь список апостолов и где кто что делал. Он не ставит перед собой такую задачу. Он просто представляет собой как своего рода перечень некоторых дел, некоторых действий апостолов. Я думаю, что относительно служения Первой Церкви можно было бы сказать, ну, может быть, не прямо так, как говорит Иоанн в конце Евангелия от Иоанна, что если бы описывать все, что делал Иисус, то всему миру не вместить бы книг, то если бы примерно использовать вот такую фразу к «Деяниям апостолов», можно было бы сказать, что много очень апостолов сделали, много потрудились, и было бы гораздо больше, чем 28 глав этой книги. Согласитесь? Хорошо. Итак, она названа «Деяния апостолов», но при этом мы понимаем, что не все апостолы названы, не весь труд апостолов показан, то есть есть определенные ограничения. Можно, в принципе, назвать эту книгу «История Первой Церкви», согласны? Потому что действительно показывает, как церковь развивается, откуда она начинается и так далее. Но, опять же, это не хронологическая история. Лука не берет день за днем или даже год за годом. Между некоторыми повествованиями есть разрывы в определенное количество лет. Ну, например, 9 глава «Деяния апостолов» говорит об обращении Саввла. Позже мы встречаем Саввла несколько глав спустя. 12 глава, 13 глава «Деяния апостолов» говорят о Павле уже, как он находится в церкви в Антиохии. И это говорит нам, что если мы внимательно сопоставим, некоторые богословы говорят, что между этими главами есть период, по крайней мере, где-то в 9-10 лет, может и больше даже. Поэтому Лука тоже не ставит перед собой создать хронологическую историю. Он своего рода как будто показывает нам окошки истории определенной. Некоторые события, которые под действием Духа Святого Лука посчитал важным сообщить людям, для того, чтобы мы что-то узнали, что-то взяли для себя. Как уже было сказано, мы можем назвать эту книгу еще «Деяния Святого Духа». Почему? Потому что делается очень сильный акцент на действиях и на водительстве Святого Духа. И это действительно очень важно. И в этом отношении обратите внимание на то, что Лука, наверное, как, может быть, не так, ну, в отличие от других авторов, он действительно обращает очень большое внимание на Духа Святого или на действие на служение Духа Святого. Если посмотрим на то, какие темы затрагивает Лука в этой книге, мы видим то, что затрагивается, ну, прежде всего, действительно, как мы уже говорили о Духе Святом, да, водительство Духа Святого, сила для служения, для личной жизни. Мы еще читаем о жизни в общине. Первая община, какой она была, какие у них были принципы, какой у них был характер, какая была атмосфера отношений. Мы еще читаем о том, что даже в этой первой общине христианское примирение и возможность единства достигнуто. Через крест Иисуса Христа люди, которые до этого вряд ли бы сидели рядом, люди из разных сословий, люди из разных религиозных слоев. Помните, в Деяниях Апостолов написано о том, что из священников многие покорились в вере. Многие из числа мытарей или других грешников обращались к Богу, и они находились рядом, они были братьями и сестрами во Христе. Иудей, который еще буквально недавно кичился своим происхождением и своей чистотой, или, может быть, каким-то фарисейским исполнением закона, находился рядом с Самарянином, которого до сих пор презирал. Деяния Апостолов рассказывает нам о том, что и язычникам открывается благовестие. Мы читаем о том, как Петр идет к Корнилию и конкретно уже благовествует там, и как Господь благословляет, и как Он говорит, и как все остальные апостолы уже принимают. Да, действительно, это так. То есть это показано нам в этой книге, что во Христе, в христианской общине, независимо от расы, независимо от социального положения, независимо от финансового положения, возможно примирение. Как апостол Павел напишет позже, что Христос убил вражду на кресте. Это очень важно понимать. Вот это показано на практическом уровне в книге Деянии Святых Апостолов. Еще одно, что мы видим в этой книге, затрагивается мысль о гонениях за веру. И очень четко показаны первые гонения, даже угрозы первые, затем гонения, более серьезные гонения, как гонения растут, и как преследуют христиан за их веру, и как они, несмотря на это, продолжают веровать в Иисуса Христа и продолжают благовествовать. Ну и еще одно. Показано очень сильно миссионерский дух, такой неистребимый миссионерский дух первых христиан, учеников Иисуса Христа, которые шли и благовествовали Евангелие Иисуса Христа. Хочу несколько слов сказать, это у нас будут последние слайды, потом будет перерыв небольшой. Сестра Вика, пожалуйста, приготовится и споет после этого слайда. Я хочу несколько слов сказать о структуре книги. Книга вообще делится на три части. Первая часть говорит о начале церкви. Мы с вами постараемся до конца августа вот эту часть пройти. Первые 12 глав. Начало церкви. О чем здесь сказано? Говорится о церкви в Иерусалиме. Первые 7 глав. Восьмая глава говорит о том, что начинается гонение в иудеи. По всей иудее начинается гонение. Что делают христиане? Они идут дальше. Церковь в России нет. Это восьмая глава и девятая глава, добрая половина девятой главы. Говорит о церкви в России, а не церковь в Самаре и в других местах. И с 32 стиха девятой главы мы читаем дальше о том, что церковь начинает достигать язычников. Здесь и история обращения Корнилия, и другие истории, например, о том, как церковь в Антиохе начинается и так далее. Вторая часть книги Деяния апостолов – это миссионерские путешествия апостола Павла. С 13 главы до 21 главы мы читаем о миссионерских путешествиях апостола Павла. Их на самом деле три. Между первым и вторым есть перерыв. Это 15 глава, 35 стихов 15 главы. Говорят о Иерусалимском соборе. Кто помнит, почему нужен был Иерусалимский собор? Что решали служители в Иерусалиме на этом соборе? Кто-то помнит? Кто-то помнит? О, обрезание, не обрезание, нужно ли обрезание, нужно ли исполнение закона для верующих из язычников. Почему? А потому что апостол Павел пошел в первое свое миссионерское путешествие. Он достигает верующих, он достигает и иудеев, и не только иудеев, и язычников. Но затем, по тем следам, по тем местам, где уже образовались общины, где он был какое-то время, церкви образовались. Приходили другие люди и говорили, а, вы неправильно, вы не все знаете, Павел не все вам сказал, вы знаете, вам еще что-то нужно, вам нужен еще закон, а, вы не знаете, мы вас научим, вам нужно еще вот это, вот это, вот это Христа недостаточно, вам нужно еще, 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 еще. И апостол Павел приходит вместе с другими сотрудниками своими, они приходят в Иерусалим, собирают пресвитеров и апостолов, и они встречаются для обсуждения этого очень важного вопроса. Это 15-е глава Деяния апостолов, Иерусалимский собор, они решают этот вопрос, и постановление собора такое, чтобы не обременять язычников постановлениями закона. Это не то, что закон плох, или закон имеет какую-то ущербность или еще что-то, но имеется в виду, что для христиан, которые обращаются ко Христу, очень важно следовать учению Иисуса Христа. Второе миссионерское путешествие, третье миссионерское путешествие и последняя часть, это третья часть, это арест апостола Павла, его путешествие в Иерусалим на суд у Кесаря, он сам потребовал, на суд у императора, он сам потребовал этого суда, и это ему был дан такой шанс, поэтому он с 21-й главы до конца этой книги описывается, вот это самое путешествие в Иерусалим. Итак, вот такая структура книги, опять же, я говорил о том, что мы с вами постараемся пройти вот этих 12 глав. Ну, хорошо, давайте сейчас мы сделаем небольшой короткий перерыв, потом, собственно, перейдем к изучению текста первых 11 стихов, а сейчас, пожалуйста, Виктория, где ты? Пожалуйста, проходи, спой, и мы после этого вернемся к изучению. Так, мы продолжаем наше изучение книги Деяния Апостола, и я хотел бы, чтобы мы сейчас, собственно, подошли к тексту, который у нас есть. Я тем временем, пока мы настраиваемся опять на изучение Писания, у кого есть Библия, пожалуйста, откройте первую главу Деяния Апостола. Ну, поступил такой вопрос, кто дал название этой книге? Это дал сам автор название, или это дали другие люди? Ну, хочу сказать, что, в принципе, Лука не давал название Деяния Апостола, очень часто, вообще большинство книг Нового Завета, авторы не давали им название. Это сложилось в процессе. Люди, которые получали послание Апостола Павла, например, в Рим или еще куда-то, они уже называли это послание Павла к римлянам. Дело в том, что, кроме Павла, писали и другие лидеры послания, например, из трудов отцов церкви, например, из послания Климента, да, вот первое послание Климента к Коринфянам, да, потом другие послания есть, то есть это было популярно, это было нормально, это было распространено в то время, не только апостол Павел, следующее поколение после апостолов, и еще через одно или даже два поколения, тоже христианский лидер, тогда интернета не было, телефонных разговоров не было, когда нужно было посылать весточку какую-то, они посылали письмо куда-то, и они могли какие-то вопросы доктрин объяснять или еще что-то, и они вот эти вот вещи разъясняли, поэтому, ну, не было как бы такого удобного формата, как сегодня. Дело в том, что в то время вот эти книги, которые писались, например, даже Евангелие, они тоже не сразу назывались там Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея или Евангелие от Луки или Евангелие от Иоанна, они просто как бы обычно первая строка книги служила названием. Поэтому вот сказать так, авторы обычно не называли свои книги так. Это уже потом христиане впоследствии, как бы по традиции называли, это книга послание того-то, тому-то или тем-то христианам, например, послание Филимону или послание к Титу, или послание Тимофею, или послание к такой-то церкви. Некоторые книги действительно, может быть, имеют то же название, что сегодня, например, по-моему, книга Откровения, там тоже первые слова этой книги тоже говорят о том, что это Откровение на самом деле, поэтому так она и называется. Ну, я надеюсь, что этот вопрос мы решили. Итак, давайте, пожалуйста, включайте слайд. Я хочу попросить брата Евгений, подойди сюда, и мы с вами начнем читать. Давайте прочитаем для начала, прочитаем первые 11 стихов. Пожалуйста, возьми микрофон и прочитай первые 11 стихов, и мы немножко поговорим об этом. Дорогие братья и сестры, приветствую вас. Первая глава Деяния Апостолов с 1 по 11 стих включительно. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеления апостолов, которых он избрал, которыми явил себя живым, по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли. Сказав Сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Аминь. Спасибо. Итак, давайте мы поговорим. Но прежде всего хочу обратить ваше внимание, что этот текст или эти стихи я называю поручение Иисуса. То есть мы с вами видим, что поручение Иисуса Христа является как бы главной частью или вот своего рода скелетом вот этого отрывка первых 11 стихов. Давайте чуть-чуть больше поговорим об этом. Ну, во-первых, с самого начала, посмотрите, Лука напоминает Евангелие Иисуса Христа. Вот с первого по второй стихи. Первую книгу написал я тебе Феофил. О чем? О всем, что Иисус делал, чему учил от начала до того дня, в который он вознес и дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал. То есть, посмотрите, он напоминает о действиях и обучении Иисуса Христа. И на самом деле суть Евангелия именно в этом. Жизнь и служение Иисуса Христа. В этом суть Евангелия. Все Евангелие важно. Жизнь Иисуса Христа важна для нашего понимания, для нашего спасения. Учение Иисуса Христа важно для нашего спасения. Когда мы смотрим дальше, мы видим о том, что в третьем стихе он подчеркивает некоторые важные вещи. Посмотрите, которым, это апостолом, которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь ими, говоря о Царстве Божьем. Вот здесь вот очень важно, что деяние апостолов, братья и сестры, если вы что-то, может быть, упустите, постарайтесь не упустить этого. Воскресение Иисуса Христа – это центральная тоже линия деяния апостолов. Вот обратите внимание, пожалуйста, когда будете читать книгу «Деяния апостолов», обратите внимание, как часто употребляется воскресение. Насколько много они говорят о воскресении Иисуса Христа. Вторая глава, третья глава, четвертая глава, пятая глава. Почти в каждой главе вы что-то будете слышать о воскресшем. Для первых христиан понятие воскресения, понятие того, что Христос живой, что Он с ними, что Он на самом деле не в огробе где-то лежит, для них это был вопрос жизни и смерти, для них это было центральным аспектом их жизни и служения. Очень важно, что Лука здесь говорит об этом, и он говорит в этом третьем стихе, что Иисус явился им живым, более того, Он явился со многими верными доказательствами. Какие доказательства из Евангелия вы помните? Помните хоть какие-то доказательства? Фома, Иисус является Фоме и говорит, пожалуйста, вот Он Я, исследуй Меня, делай то, о чем Ты говорил, посмотри на Мои раны. Какие еще доказательства? В Маус, когда шли двое, Иисус является им. Какие еще доказательства? Явился более пятистам в одно время, это уже из первого послания к Коринфянам, когда приготовил пищу, Евангелие от Иоанна, на берегу Тиверианского озера, он говорит им о том, чтобы они пришли и поели. Вы помните вот это? То есть достаточно много, и это мы только вспомнили, только некоторые аспекты. Вспомните 24 глава Евангелия от Луки, когда написано, конкретно написано, после того, как Иисус явился двоим по дороге в Маус, они возвращаются в Иерусалим, начинают рассказывать об этом другим ученикам, и тут Иисус является посреди всех их и говорит, ну они смущаются, конечно, и что Он им говорит? Мир вам, и приветствует их, и все такое. И потом говорит, не смущайтесь, дух плоти и костей не имеет, как вы видите у Меня. Что это говорит? И Иисус говорит о том, что несмотря на Его воскресенье, несмотря на Его прославленное тело, прославленное состояние, Он материален. У Него есть материальное, физическое, давайте скажем так, новое физическое тело. И Он говорит об этом, что дух плоти и костей не имеет, как вы видите у Меня. И написано дальше, что Он спрашивает, есть ли у вас какая пища? Они говорят, вот, что-то есть, они дают, и Он ест перед ними. Конкретно, это Евангелие от Луки 24 глава, вот еще одно доказательство. И так много верных доказательств. Я думаю, что мы с вами несколько вспомнили, и это важно. Здесь напоминает нам Лука в этом стихе, что в продолжении 40 дней Он являлся им. То есть вот это тоже важно, очень важно, что Он не только является в продолжении 40 дней, но Он продолжает учить их о Царстве Божьем. Да, это тот же Иисус. Тот же Иисус, который до Креста учил о Царстве Божьем, Он продолжает их учить о Царстве Божьем, и теперь, я думаю, что они понимают многие вещи гораздо яснее, гораздо лучше, потому что после Креста их сознание меняется, и они немножко больше начинают понимать тот план, который у Господа был. Я думаю, что воскресение, нам очень важно понимать, насколько великую роль сыграла смерть и воскресение Иисуса Христа на судьбу учеников. Если бы не воскресение Иисуса Христа, если бы не воскресение Иисуса Христа, я думаю, что служение учеников вряд ли было бы таким, каким оно было после воскресения. Если бы не реальность воскресения Иисуса Христа, эти испуганные рассыпавшиеся ученики вряд ли смогли бы как-то под чьим-то приказом или даже под дулом пистолета сделать хотя бы что-то, что они потом делают сами по своей воле при содействии и вдохновении от Святого Духа. Итак, начинается все с того, что обращается внимание на дела и учение Иисуса Христа. И дальше на этом фоне, что говорит Иисус? Первое повеление Иисуса. Вот это вот поручение Иисуса Христа, которое мы находим здесь, я вижу, как Лука делит его на две части. Мы можем сказать первое повеление, второе повеление или, скажем, одно повеление, но из двух частей. Первое, что говорит Иисус, посмотрите, 4 стих, Исабравих, Он повелел им, то именно, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Не отлучайтесь из Иерусалима, не идите куда-то, не стройте сами своих планов, находитесь здесь, находитесь в ожидании. Вот это, наверное, один из первых духовных принципов. Нам очень часто хочется быть активными, нам очень часто хочется что-то делать самим, а иногда надо просто ждать. Иногда надо просто послушно ждать. Господь призывает нас к активности, но иногда мы должны что-то принять. Не просто сфабриковать, не просто придумать, не просто сделать. Иногда нам просто нужно принять что-то от Господа и воспользоваться этим. Ждите обещанного от Отца. Но Он говорит, о чем говорил Я вам. О чем говорил Иисус? Он говорил о крещении Духом, Он говорил о том, что это будет. Помните, я просто несколько текстов приведу. Это Евангелие от Иоанна, например, 7 глава, 39 стих. Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Перед этим Он говорит, кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чего потекут реки воды живой. И дальше это сказал Он о Духе, которого имели принять. То есть, Христос говорил о Духе Святом. То еще мы читаем, мы читаем, вот тоже в этом же ключе мы читаем и другие, например, мы можем много из Евангелия от Иоанна прочитать. Иисус говорил об этом много в Евангелии от Иоанна, например, 15 глава, 26-27 стихи. И когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца не исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы от начала со мной, говорит Иисус. Итак, первое, что говорит Иисус ученикам, Он говорит, не отлучайтесь из Иерусалима, находитесь в Иерусалиме, ждите обещанного от Отца. Почему Он говорит это? Я думаю, что нам нужно понимать здесь, что в самом начале, в самом основании церкви, в самом начале следования за Иисусом лежит основной принцип. Христос говорит в Евангелии от Иоанна 15 главе, ясмин виноградная лоза, а вы ветви. Прибудьте во Мне, и слова Мои в вас прибудут. Это очень важный принцип. Без этого. Дальше, например, 15 глава, 5 стих, и Он говорит так, ибо без Меня не можете делать ничего. Как это? А вот так. Ничего хорошего. Ничего богоугодного. Ничего благого. Ничего святого. Только с Иисусом Христом. Только с помощью Духа Святого. Только с Ним мы можем любить Бога, приближаться к Нему и преображаться в Его образ. Что-то плохое мы можем и сами. Но речь не об этом. А речь о плоде. О плоде во славу Божью. Так вот это можно только с Богом. И так очень важно, чтобы мы понимали это. Что еще говорит Иисус? Посмотрите, что Он говорит здесь дальше. Он объясняет. Ибоян крестил водою. Это 5 стих. А вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Очень интересный вопрос. Крещены Духом Святым. О чем говорит Иисус? Если посмотреть... А я посмотрел на греческий текст. Я посмотрел и почитал. Крещение Духом Святым. У людей есть разные представления, что это такое, как это понимать. Но одно из представлений, если посмотреть структурно. Посмотрите, первая часть, первая строка. Иоанн крестил водою. Вы будете крещены Духом Святым. Но одно понимание, что это своего рода погружение в Дух. Почему? Потому что в греческом стоит предлог. Эн. Что переводится в. В английском можно сказать into. То есть погружение. Используется слово baptizo. Погрузить. Крестить. Обмакнуть. Буквально так. И вот первое понимание. Это то, что крещение Духом Святым. Это как будто бы Дух Святой является своего рода сферой или определенной средой, которая объемлет, которая окружает верующего человека, куда верующий погружается, как в определенный океан. И он как будто бы находится со всех сторон в окружении Духа Святого. Однако вопрос остается, как это понять. А кто же будет крестить? Кто сам креститель? Потому что структура предложения начинается. Иоанн крестил водой. А кто же крестит Духом? И тут вот много есть вопросов таких. Кто же креститель? Кто будет крестить? Иоанн крестил воде. Другое понимание. Это понимание того, как записано в русском языке. Русский язык. Крещение Духом Святым. Слово Духом Святым находится в творительном падеже. Кто-то помнит падежи русского языка? Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложенный. Все сказал? Шесть. В славянском еще был звательный. Это для информации. Может быть, вы не знаете. Вот есть такие слова. О, Боже. Так вот это может быть и звательный падеж. Что в славянском, греческом тоже это есть. Редко употребляется, но иногда бывает. Хорошо. Так вот, посмотрите. Духом Святым. Творительный падеж. То есть, когда используют творительный падеж, это говорит об инструменте? Или это говорит о том, кто совершает действие? Так крещение в Дух? Или крещение Духом? Очень интересно. Почему? Потому что есть еще один текст из Писания. Посмотрите вот на этот текст. «Ибо все мы одним Духом крестились во что? В одно тело, не просто в воду, не просто во что-то другое, но Духом крестились в одно тело». В этом смысле, 1 Коринфянам 12 глава, точно в этом смысле креститель есть Дух Святой. Он крестил, Он крестит верующих людей в церковь. Он присоединяет к церкви. Он является агентом. Он является крестителем. Поэтому очень хороший вопрос, как понимать в этом смысле. Я думаю, что, и опять же, пожалуйста, поймите правильно, потому что крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым, есть, может быть, между ними какое-то различие, но и очень много сходства есть. И здесь нам надо понимать, что это не только внешнего. Ты погружаешься, например, в воду, и ты понимаешь, что ты погружаешься в воду, тебя вода объемлет со всех сторон, но эта вода не пронизывает тебя. Если бы мы только так понимали крещение Духом Святым, то это неправильное понимание Дух Святой не только вокруг, но Дух Святой и внутри тебя должен быть. И вот это не просто погружение, как бы ты погружаешься в Дух Святой, как в какое-то море, как в какую-то воду. Но Дух Святой не только вокруг тебя, но Он и в тебе. И вот это очень важно понимать, отличие крещения Святым Духом. Это, кстати, хороший вопрос, как домашнее задание. Подумайте об этом, потому что у нас не так уж много времени осталось. Я просто думаю, что мы можем понимать и таким образом, и одно, и другое здесь. Я понимаю, что обычно нужно выбрать одно какое-то толкование, но, по крайней мере, посмотрите, что я хочу еще сказать о крещении Духом Святым. Поэтому, по крайней мере, в этот первый раз мы через один раз будем говорить о Дне Пятидесятницы, и мы чуть больше затронем этот вопрос. Это важный вопрос. Крещение Духом Святым, Иисус говорит, необходимо для силы. Посмотрите, будете крещены Духом Святым, если же прочитать дальше с 8 стиха. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. В данном случае Иисус проясняет, что Дух Святой сойдет на вас. Он не просто с вами что-то будет делать, Он сойдет на вас. То есть, в данном случае Дух Святой больше стоит понимать, как среда, в которую человек погружается. То есть, и не только в которую человек погружается, но в которую человек отдает, или отдает себя в полное распоряжение, в полный контроль Святому Духу. И так, крещение Духом Святым необходимо для силы. Посмотрите еще. Христос говорит, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, что дальше и будете мне свидетелями. То есть, без Духа Святого невозможно свидетельствовать. Я хочу еще один момент подчеркнуть. И вот это, может быть, не сказано в тексте непосредственно, но вот это начинает совершенно другое понимание Святого Духа. Когда мы говорим о крещении Духом Святым в Новом Завете, а вообще об участии Духа Святого в жизни верующего человека, мы должны понимать одну колоссальную разницу с Ветхим Заветом. В Ветхом Завете служение Святого Духа есть. Кто помнит, на кого сходил Дух Святой в Ветхом Завете? Перечислите нескольких человек хотя бы. На Саула, на Давида, на пророков, на Самсона даже. Удивительно. Но очень важно понимать, что Дух Святой сходил, но не оставался на человеке. Он не находился внутри. Дух Святой совершал какое-то действие, сходил для совершения какого-то действия и все. И вот в этом ограничивалось служение Святого Духа в Ветхом Завете. Так мы видим, так мы понимаем. Именно этим объясняется и неизмененная жизнь людей. Тот же Саул вроде бы был лидером в Израиле, вроде бы Дух Святой на него сходил, но жизнь его не менялась, у него не было силы для того, чтобы изменять жизнь. Понимаете, в чем разница? Новый Завет. Мы имеем совершенно другое понимание. Дух Святой сходит и остается в человеке. Дух Святой наполняет сердце. Дух Святой пользуется телом человека, как храмом, в котором он пребывает. Об этом мы читаем. Первое послание Коринфянам 6 глава 20 стих и другие тексты Писания. Итак, это совершенно новое понимание. Ну и вторая часть повеления Иисуса. Иисус говорит, зайдет на вас Дух Святой, вы примите силу, будьте мне свидетелями. И где свидетелями? Будьте мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Мы с вами являемся свидетелями исполнения этого слова. Наше время подходит к завершению. Я понимаю, что еще не сказал, может быть не прокомментировал некоторые стихи. Я не прокомментировал, например, 6-7 стихи и 11 стих. Но в 11 стихе ангелы повторяют или говорят о том, что Иисус обязательно придет, обязательно вернется. Вот он вознесся сейчас, он придет опять. Ангелы подтверждают это и они говорят об этом. А с 6 по 7 стихи показано человеческое. Несмотря на то, что Иисус учит их, несмотря на то, что начинает говорить о Духе Святом, ученики задают вопрос, то, что их интересует. Знаете, как некоторые ученики бывают в школе. Они иногда задают учителю вопрос, чтобы или перебить, или время затянуть, или еще что-то сделать. Может быть ученики так тоже. Им не хотелось слышать о Духе Святом и о заданиях, которые перед ними лежали. И они говорят, Господи, вот какое время прекрасное, чтобы Ты восстановил царство Израилю. Мы хотим царствовать. Нам надоело ходить в слугах. Мы хотим царствовать. Господи, прекрасная возможность. Посмотри, Ты воскрес. Все прекрасно, все хорошо. Давай, Иисус, давай. Давай, вот пришло время. Кто говорит имя Иисус? Не ваше время знать времена или сроки. А вот задание для вас. Задание для вас. Пите. Оставайтесь в Иерусалиме. Будете крещены. Будете действовать. Будете служить. Так, какие выводы мы можем сделать сегодня? Очень важно послушание Иисусу Христу. Апостолы в конечном итоге послушались Иисуса, и они исполнили то поручение, которое им было поручено. Мы с вами. В принципе, плод послушания Первой Церкви. Ожидание Божьих действий – это не напрасно потраченное время. Нам не нравится ждать. Мы не любим очереди. Нам считает, нам кажется иногда, что, ну какая польза от этого ожидания? Ну вот если бы я не стоял в этом трафике, если бы вот как бы сколько я мог бы сделать всего, да? Но иногда Бог нас ставит в очередь, и Бог иногда заставляет ждать. Так вот, когда Бог заставляет тебя ждать, это не напрасно потраченное время. Без Бога мы не можем делать ничего. Чем раньше мы это осознаем, тем больше пользы нам принесет это знание. Дух Святой побуждает нас к жизни и свидетельству об Иисусе Христе. И последнее. Нам, не только апостолам, нам с вами поручено быть свидетелями Иисуса Христа. Дай Бог нам быть верными свидетелями Его. Аминь. Аминь. Аминь.